День Российской Науки День Российской Науки День Российской Науки Это фактически белое пятно, где можно выбрать любую точку, ткнуть туда пальцем, приехать и получить интересные данные. Там, скорее всего, никого не было. Чуть южнее от нас работали коллеги из Новосибирска. Немножечко на Гэдане также из Томска, из Новосибирска люди побывали. А вот этот кусочек, Надымпурское междуречие, практически тут только наши точки или моих коллег, друзей, которые ездили сюда из Екатеринбурга. Больше здесь, скажем так, не было масштабных таких исследований, поэтому мы можем браться за любую тему, и у нас будет хороший, интересный результат. Вот давайте немножко детальнее поговорим о тех экспедициях. У нас даже есть замечательное видео, которое мы можем комментировать даже отчасти. Те экспедиции, которые проходили, что было предметом исследования, что вам было интересно, какой результат вы хотели получить. Вот смотрите. Ну да, это окрестности буквально около города, буквально там пара-тройка километров отсюда. Главная цель – это, конечно же, изучение фауны, изучение структуры сообществ и их динамика. Поэтому в работе используются три основных подхода. Несмотря на какие бы то ни было сложные проекты, которые мы пытаемся реализовать, наибольшую историческую значимость будут иметь самые простые фаунистические исследования, описание территории, которые представляют собой такой срез с фауны, срез с региона, который будут наши коллеги через 50, может быть, и более лет так же цитировать и ставить на наши работы ссылки. А кроме фауны занимаемся еще изучением состава сообществ, динамики, поиск факторов, определяющих эту динамику, ранжирование территории, выбор участков, которые наиболее значимы для вида, наименее значимы. Здесь же выплывают сразу вопросы межвидовой конкуренции. Ну и классическая экология, то, что наши коллеги, создавшие научную школу в Екатеринбурге по популяционной экологии, как раз вот это мы и делаем. Ничего нового здесь нет, то, что наша уральская школа умеет, то мы здесь пытаемся внедрить. Вообще, вот с точки зрения, может быть, экологии, да, благоприятны у нас тут условия для развития флоры, фауны, в общем, насколько она богата. Потому что у всех стереотип, мне кажется, такой, что на севере нет ни птиц, ни животных, ни каких-то там, за исключением, небольших. Вот важно в этом плане отметить тот факт, что самый лучший защитник окружающей среды на северах – это мошки и комары, на югах – это клещи, которые ограничивают выезд людей из-за пределы городов. Вот. Фауна здесь для северно-тайги достаточно типичная, ну и более-менее богата. Примерно 162-163 вида в ближайших окрестках от надыма здесь обитают. Их, с одной стороны, не так много, чтобы с ними не запутаться и не забуриться в какие-то тонкости, и, с другой стороны, их достаточно много, чтобы можно было делать сложные проекты. А вот, в частности, вот сложные проекты, над какими проектами, может быть, сейчас вы тут работаете, какие результаты? Да, сейчас, прежде всего, это как раз обработка результатов экспедиции, собранных там за период 12-го, 13-го, 14-го и более ранних лет, и попытка выстроить из этих результатов популяционное исследование, которое бы как раз учитывало связь факторов среды, распределение видов по территории, оценить масштабы динамики, амплитуду изменчивости и посмотреть, что же является нормой для этой территории, чтобы можно было говорить, что вот у нас стало лучше или стало хуже, но для того, чтобы такое заявление сделать, нужно знать норму для этой территории. В плане сохранности или качества окружающей среды регион достаточно разнородный. Есть места абсолютно дикие, где буквально вот рядом с тобой бродят медведи, есть достаточно освоенные территории, где растительный покров очень сильно поврежден, там строительство, пожары, регион разнородный. И вот сочетание диких участков и освоенных, оно и позволяет выстраивать какие-то интересные проекты и учесть и влияние человека, и естественную динамику, и вселение видов с юга новых. Ну вот интересно, все-таки освоение севера как-то изменило, может быть, флору и фауну? Вот в какую сторону? Действительно, вот комфортнее стало? Ну и потому что сейчас, вот вы говорите, дико и освоенная, в общем-то, такая территория. Сейчас мы и в лес-то боимся, вроде освоенная территория, но как-то все равно страшновато-то выходить, потому что бывали такие случаи, что и поблизости и с нами ходили, и медведи, и, в общем-то, другая живность. Они как раз-таки гуляют практически по всем моим площадкам, где я бываю. Но антропогенная нагрузка, она влияет по-разному. Прежде всего, это, конечно же, снижение численности отдельных видов. И, с другой стороны, человек, застраивая какую-то территорию, осваивая ее, он создает новые ландшафты, новые участки, пригодные для жизни других видов. И какие-то виды, особенно, то есть, югов, они по таким нарушенным территориям, как по такому экологическому коридору, внедряются гораздо севернее своих обычных ареалов. И это есть и у позвоночных, там, у птиц, у полевок, есть у растений. И как раз вот дороги для растительности – это один из таких экологических коридоров, которые наряду с реками способствуют расселению и проникновению видов дальше. Но здесь есть один момент, когда антропогенная нагрузка снимается, ландшафт постепенно восстанавливается к своему исходному виду, то, скорее всего, эти виды вселенца, они оттуда уйдут. Потому что они не конкурентоспособны, так скажем, в этих условиях. Пока есть пригодный для них ландшафт, пригодные для них условия, они там живут. Но постепенно тайга зарастет своими типичными видами, и виды, например, там, из более южных районов, из леса степи, которые сюда могут внедриться, они просто, ну, не смогут жить в таких условиях. Потому что другие виды захватят просто территорию. Местные виды, прежде всего. Местные виды. Ну, вы прям как песню поете, я не знаю, наука, это, конечно, дело такое тонкое, но мне кажется, ученые все тогда такие немногословные, вот. Ну, а вот с вами действительно можно такую прям бесконечную какую-то беседу вести. Мы, к сожалению, так стольким временем не располагаем. Вот. И поэтому, конечно же, хочется вам пожелать успехов в вашей научной деятельности, поздравить ваших коллег с прошедшим уже, правда, праздником, вот. Ну, и, в общем-то, новых научных достижений и успехов во всем. Спасибо, что были этим утром вместе с нами. Спасибо, что пригласили. До свидания. Спасибо.